МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь дней женщина пролежала в хирургическом отделении больницы, после еще недели в кардиологии. Все это время со своей мамой и персоналом Татьяна общалась по телефону. Говорит, мать шла на поправку, и все близкие бабушки даже думали о выписке. Мне вдруг неожиданно, когда я позвонила, там же карантин, никого не пускают, я общалась только по телефону с врачами. И зав. отделением кардиологии мне сказала, что выписать мы ее не можем, что-то там они наконец-то услышали в легких. Мы сделали ей третью томограмму. За две недели мне как сказали, это с их слов. Третью томограмму. И вот теперь они увидели у нее там какие-то изменения, она совсем плохая. И они ее отправляют в ковид-госпиталь, сюда на Лихачева 12, где она в субботу в течение дня скончалась. Сама Татьяна не знает, делали ее маме тесты на коронавирус все это время или нет. Но в ковидный госпиталь МСЧ бабушку отвезли как ковид-положительную. Дочь предполагает, что ее мать заразили медики. Анна Григорьевна 4 года не выходила из дома, была лежачей из-за перелома шейки бедра. Навещали пенсионерку только самые близкие, которые с их слов полностью здоровы. И волонтеры, которые приходили в апреле поздравить с 75-й годовщиной победы. Я стопроцентно уверена, что вирус был занесен медиками. Я не знаю, где скорая помощь это. Это хирургия, это кардиология. Но однозначно это произошло в стенах медучреждения какого-то. Я так понимаю, что если бы это произошло раннее заражение, наверное, и проявились бы симптомы раньше. Но мне сказала заведующая кардиологии БСМП, что первая, вторая томограмма, ну, по крайней мере, она мне так сказала, я не знаю, что все там было нормально. Динамику состояния здоровья в БСМП Татьяна отследить не может. Никаких выписок из больницы нет. На руках только справка о смерти из медсанчасти. Свою маму женщина похоронила 5 июня. Наверное, есть какие-то компетентные органы, которые должны сделать проверку и разобраться. Но кто это будет и будет ли это делать, я не знаю. Пока я просто в шоке, я не готова как-то реагировать пока. Кроме как то, что я три ночи не сплю, плачу, и у меня в голове не будет. И себя ругаю. Может быть, не надо было ее лечить от сердца, а может быть, надо было бабушку оставить дома. И может, пожила бы еще немножко. В МСЧ нам подтвердили информацию. Пациентку Анну Григорьевну действительность БСМП перевели в ковидный госпиталь. Поводом послужила субтотальная двухсторонняя пневмония, которую обнаружили в Центре специализированных видов медицинской помощи. Замглава врача МСЧ Вера Чевельгина добавляет, что у пациентки, ко всему прочему, была сочетанная тяжелая соматическая патология. Дочь пожилой пациентки была на связи с сотрудниками больницы и после смерти матери. У нас с ней разговоры каждый божий день были. Я ей объясняла в доступной форме, так, как, чего, зачем, почему. Теряет близкого человека, мать, это, конечно, трагедия. Вот. Но вместе с тем, все-таки, я всегда говорю, в конфликтах прежде всего должен побеждать разум, а не эмоции. Вот. Поэтому у нас с ней конфликтов никаких не было. В госпитале Анна Григорьевна прожила 16 часов, после чего скончалась от ковид-19. Без москов никаких телодвижений мы не можем делать. Почему? Потому что знать нужно этот статус ковидный для того, чтобы определить, куда эту пациентку мы денем. То ли она пойдет на патологоанатомическое вскрытие, где отрицательный мазок, результат ковид. Если он положительный, то здесь уже вскрывают у нас в ТГБ. В Центральной городской клинической больнице сейчас действует специальный инфекционный морг, куда после смерти привезли Анну Григорьевну. Здесь вскрывают все ковид-положительные трупы. Умерших от коронавирусной инфекции патологоанатомы осматривают в отдельном секционном зале и в определенные часы. Миф о том, что мы их всех вскрываем или куда-то мы их увозим, абсолютно не имеет места быть. Потому что да, согласно рекомендациям ВОЗ. Соответственно, да, там есть слово о том, что желательно подвергнуть кремации. Но смею вас убедить, что на территории Российской Федерации кремация вообще существует только пока в определенных процентах захоронений, утилизации умерших людей. Это добровольное пожелание только родственников, либо самого усопшего. Из морга родственникам выдают тело, предварительно обработанное специальными растворами и завернутое в пластиковый черный пакет. Хоронят умерших от коронавирусной инфекции на тех же кладбищах, плотно закрытом гробу. Без ритуалов прощания подходить к гробу родственникам и священнослужителям во время похорон запрещено. Во-первых, эта инфекция, она особо опасная. Во-вторых, на данный момент она до конца еще не изучена. Сказать, насколько опасен труп, насколько опасны те вещи, с которыми приходится контактировать тем же службам похоронных организаций, тем же родственникам, пока никто до конца не знает. Поэтому те мероприятия, которые мы вынуждены проводить и заставлять это делать похоронной службой и родственникам, они вызваны только тем, чтобы обезопасить людей. Врачи в один голос твердят, пандемия, если не перевернула, то поменяла мир и модель поведения, в том числе между врачом, пациентом и родственниками. Под новые реалии нужно подстраиваться всем. Пациенты у нас не встречаются с родственниками. Это, конечно, информационный голод. Значит, конечно, он сказывается негативно или как мы можем назвать, но тем не менее не очень-то хорошо для пациентов. Но поскольку такая ситуация, мы по-другому не можем. А вот в БСМП комментарии по поводу смерти Анны Григорьевны мы пока так и не дождались. На момент выхода сюжета в больнице, видимо, до сих пор рассматривают наш официальный запрос. Съемочная группа Управды ТВ будет следить за развитием событий. Тем временем Татьяна Латкина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.